Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Я в Воронеже. Посмотрите, какая красота и богатство сейчас передо мной. Это то, что я нашла для вас, то, что я привезла для вас. И я пользуюсь случаем, вот этим вот золотым часом, когда солнце падает прямо на стол, хочу снять для вас обзор. Мы сейчас с вами сначала начнем рассматривать стекло, хрусталь, вот то, что лучше рассматривать при свете солнца. Потом я вам все это подсниму, покажу сервировки, но давайте пока начнем с этого. Посмотрите, я нашла целый набор из шести штук, вот таких вот прелестных, прекрасных, совершенно невероятных рюмок на ножке голубого цвета. У меня есть такие, но здесь полный набор, прекрасно они смотрятся. Наборы шести штук, цена 1500. Продолжим цветное стекло. Вот такие невероятные, совершенно необыкновенно прекрасные. Я не знаю, как их назвать, тарелочки, сервировочные блюдца, либо как-то еще, не знаю. Розовое, розалиновое стекло. Цвет между розовым и карамельным. Очень красивые. Их у меня четыре штуки. Продаются они поштучно, и каждая штука стоит 350 рублей. Необыкновенно хороши. Я поняла, что вам на пестре скатерти ничего не видно. Давайте я вам вложу вот так скатерть кремового цвета и покажу красоту на ее фоне. Посмотрите, чудо. Показал вам красоту, да? Давайте еще раз тогда покажу вам и голубой цвет на этом фоне. Прекрасно. Вот это, кстати, скатерть вот такого вот кремового цвета. Она очень коммертарна ко всем остальным цветам. Очень красиво. Я очень тороплюсь, боюсь, что пока я буду перестилать скатерть, солнце уйдет. Поэтому уж потерпите пока так. Посмотрите, еще вот такая вот прелестная вещица, которую мы называем тортовницей. То есть она на ножке, но она имеет плоское основание как раз для того, чтобы здесь что-то положить. Либо торт, либо пирог, либо, может быть, какие-то, не знаю, канапе. В общем, какие-то такие варианты. Цена этой тортовницы 1200. Она имеет карамельный цвет. Мне кажется, есть как будто бы небольшая потертость вот здесь на основании. А во всем остальном никаких других дефектов я у нее не обнаружила. Очень красивая вещица. Посмотрите, как она красиво сияет. Диаметр вот этого основания 22 сантиметра. Дальше хочу показать вам три вот таких вот бокала. У них абсолютно одинаковая гравировка. Но на одном она выше расположена, на двух других она расположена ниже. Как говорят, как мне сказал продавец, это из-за того, что это ручная работа. И вот таким вот образом было сделано. Возможно, это так, возможно, нет. Я не знаю. Они очень красивые, довольно старые. Это набор. Они продаются именно набором из трех штук. И цена за набор 600 рублей. Видно ли вам рисунок? Я считаю, что они прекрасны. Для вот таких небольших рюмочек, на ножки, для двоих. Ничего особенного, есть на одном небольшой сход вот этой вот золотой каймы. Но в целом, очень милый. За набор из двух штук 200 рублей. Вы только посмотрите на эту огромную, роскошную красавицу. Мы ее между собой назвали ведро. Посмотрите, как она сияет. Она большая. Кто она? Лаза, салатник. Ее высота 15 сантиметров, а диаметр верхней части 19 сантиметров. Никаких дефектов я здесь не обнаружила. Необыкновенно, роскошная красавица. Ее цена 850 рублей. Хочу показать вам вот эту роскошную красавицу. Вообще-то это сахарница. Но мне кажется, что при желании она может быть даже какой-то шкатулкой. Смотрите, великолепная. Какой красивый бирюзовый цвет. Вот золотая окантовка. Такая шишечка на крышке. На крышке есть дефект. Я не знаю. Вот вы видите. Я не знаю, дефект ли это залепки, или это может быть скол. Я не знаю, что это такое. Цена этой прелестной сахарницы 350 рублей. Покажу вам пока так. Потом, наверное, все-таки в сервировке. Смотрите. Вот такая мы ее привыкли называть слюдочница. Но может быть это рыбница, может быть это просто блюдо. Такая тарелка овальной формы. Это зик. Дефектов я здесь... Это, не знаю, это, по-моему, не скол, а, по-моему, дефект краски. Но в целом она в очень хорошем состоянии. И цена ее 250 рублей. Размер этой селедочницы 30 на 16. И продолжим разговор про зик. Тарелки. Четыре тарелки. На этот раз более старшего возраста, чем селедочный, что я вам показывала. Это можно судить по клейму. И это ручная роспись. Посмотрите, какие они великолепные. Какое здесь сочетание цветов. Какой здесь красивый рисунок. Это набор. Набор из четырех тарелок. У тарелок есть небольшие дефекты. У одной тарелки есть скол с обратной стороны. Это, наверное, самый большой дефект, что здесь есть. Здесь мы видим кракелюр. Здесь мы видим какой-то технический дефект. Это не трещина. И здесь мы тоже видим... Мне кажется, это скол не у тарелки скол, а скол как будто бы у покрытия. Вот такие вот небольшие дефекты. И именно из этих дефектов цена на эти тарелки ниже, чем она могла бы быть. Эти тарелки продаются набором из четырех штук за 800 рублей набор. В сервировке эти тарелки покажу вам чуть позже. Я хочу показать вам подсвечники. До этого я вам показывала, что у нас были. Есть металлические подсвечники. У нас были хрустальные. В этот раз я купила для вас подсвечники гжель. И вы мне можете сказать, Оля, ты же говорила, что не любишь гжель. Да, ну это правда. Но в этот раз, знаете, я купила... У меня как-то все получилось очень тематически. Я купила скатерть, покажу вам позже, именно в расцветках гжель. И мне захотелось вот это все собрать. Голубой цвет, белый, синий. Поэтому вот эти подсвечники, мне показалось, что они сюда тоже очень хорошо подойдут. Два подсвечника, они очень друг на друга похожи. Один повыше, один пониже. Рисунок разный, но форма... В принципе, рисунок похож, и форма похожа. Это не комплект, они продаются поштучно, по одному. Но вместе смотрятся, конечно, очень красиво. Маленький подсвечник стоит 450 рублей, большой 550 рублей. И вы же знаете, да, что у нас продаются свечи. У нас есть золотые, серебряные, медные, красные, красный металлик. И в этот раз специально к этим подсвечникам мы закупили еще и белые. Но они не просто белые, они жемчужные. У них такой жемчужный перламутр. Они очень красиво смотрятся, очень красиво подходят к этим подсвечникам. Хотя серебряные тоже очень хорошо, да и красные тоже хорошо, поверьте. Свечи у нас по 150 рублей. Видите, да, как красиво смотрятся эти розы на этой скатерти? Огонь! Ладно, но ход моих мыслей был такой. Я купила скатерть белую с сине-голубой вышивкой. И подумала, надо для вас сделать серебряную в таких сине-голубых тонах. Какая серебрянуюropа может быть без вазы с цветами? Ну, мне кажется, никакой. Синей вазы у меня нет. Но есть вот такой стакан. Стакан кобальтового цвета. И вот такого рода стаканы я обычно использую в качестве вазочки. Стакан в хорошем состоянии. У него есть дефекты, но дефекты есть технические. Вот здесь есть угольки внутри, снаружи есть такой, наверное, какой-то неравномерный окрас. Да, собственно говоря, и все. Других дефектов у этого стакана нет. Цена его 250 рублей, и мы его будем с вами использовать в качестве вазочки. А дальше подтянулся у нас вот такой вот, не знаю, можно ли его назвать сервиз, набор. Причем то, что я вам сейчас покажу, это полный набор. Без утрат. Но он какой-то немного странный. В него входит вот такая очень большая сахарница. Посмотрите, такую кобальтовую, ну, наверное, это керамика, я думаю, с объемными белыми цветами. Он очень красивый. Помимо этой огромной сахарницы, небольшой такой молочник. С крышечкой. Видите, тоже очень красивый. И четыре больших объемных чашки. Они без блюдец, но они и были без блюдец. Вот такой набор получается из скольких? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из шести предметов. Четыре больших чашки. Молочник с крышкой. И очень большая сахарница. И набор этот стоит тысяча триста. Я забыла вам сказать, да? Вот тот вот кобальтовый набор из двухтысячных. А вот этот вот набор из девяностых. И вы знаете, это такой, ну, не знаю, наверное, его можно назвать китчем из девяностых. Но мне кажется, вот сейчас я на него смотрю, если его правильно стилизовать, то это будет смотреться очень эффектно и очень красиво. Это стеклянные чайные пары. Даже, наверное, не чайные, а кофейные пары. И они покрыты вот такой вот позолотой снаружи. Внутри они просто стеклянные, снаружи покрыты позолотой. И здесь еще сохранилось клеймо. И клеймо, если я ничего не путаю, это Уршельский стекольный завод. Вот. По-моему, так. Ну, если я ничего не путаю. Вот такие. Прелестные. И посмотрите, как они красиво будут. Они в таком цвете, знаете, со старинного античного золота. И они будут очень красиво, на мой взгляд, комбинироваться вот с таким металлом, с латунью, с золотом. Посмотрите. Мне кажется, очень стильно, очень эффектно. Это набор. Набор из шести кофейных пар. И цена всего набора – 1000 рублей. Ну и на данный момент, вот для данного обзора, последняя новинка. На сегодня. Позже, наверное, что-то будет еще, но пока последняя новинка. Вот такой керамический набор. Он состоит из штофа и пяти стаканов. Стаканы имеют роспись. Вот такие. Не знаю, что это. Астры. Какие-то цветы. А у штофа декор объемный. И здесь стоят даты, из чего мы можем сделать вывод, что этот набор был создан к 40-летию Победы. 45-85. Мы можем понять, что этот набор 85-го года. Имеет хорошо винтажный возраст. И в соответствии со своим возрастом он, конечно, имеет и некоторые следы бытования. На штофе мы видим кракелер, который никаким образом не влияет на его технические свойства. И на стаканах тоже где-то есть небольшие сколы краски. Где-то есть следы технические, вот такие, знаете, как угольки. Вот уголек. Но в целом, в целом, набор в очень даже неплохом состоянии. Здесь вот есть, я не знаю, это либо скол на краске, либо это скол на стакане. Но он гладкий, он не цепляется. Вот такой набор. Из шести предметов 5 стаканов и штоф. Цена набора 1200 рублей. А вот еще, видите, пес. В руки не беру, стоит на подоконнике. Это тоже обновка в нашем магазине. Пес винтажный. Я его не мыла полностью, я его почистила сверху пеной. Он винтажный, он хорош. Его цена 450 рублей. Вы думаете, что это моя скатерть? А это не моя скатерть, а очень на нее похожая. Вы видели, как красиво смотрится эта скатерть на столе. И мы добавляем еще сверху вторую скатерть, и все смотрится очень красиво. И многие мне писали о том, что какая красивая у вас скатерть. Вот могу вам предложить очень на нее похожую. Почти такая же, но не такая. Итак, скатерть это вроде бы немецкая. И ей вроде бы не пользовались. Она практически в новом состоянии. Я думаю, что ее можно использовать с обеих сторон. С одной стороны она вот такая вот желтая, золотисто-желтая, с черным рисунком. Ну, а с обратной стороны она черная, с золотисто-желтым рисунком. В общем, красоты необыкновенной. С обеих сторон как ни крути. Кстати, скатерть эту мы назвали нарядная, черно-желтая. Она с бахромой, но размер мы считали без бахромы 130 на 120. И цена этой скатерти 2500. Вот эта скатерть я вам ее показала мельком. Сейчас хочется показать вам ее более подробно. Она очень красивая. Она имеет такую поверхность с выдканными на ней розами. Эти розы не видны издальными, их видно вблизи. И они очень красивые. Она смотрится очень элегантно, очень благородно, очень дорого. И по краю отделана вот такой коричневой строчкой. Размер этой скатерти 110 на 155. И цена этой скатерти 1400 рублей. Мы ее назвали скатерть кремовой с розами и коричневой каймой. Еще одна скатерть. В этот раз у меня для вас мало совсем скатерти. Ну, как-то вот так. В этот раз мало. Вот такая скатерть, она жаккардовая. Наверное, лимонный цвет, хотя, конечно, возможны варианты. И она как будто бы двухцветная. То есть вот этот вот лимонный цвет и вторая нитка немножко как бы серебристая. Серебристая, глянцевая. Здесь есть монограмма. Гее. Гее. Сделанная вручную. А вся скатерть вот такая. Очень красивая, элегантная, благородная. Размер этой скатерти 127 на 130. И ее цена 1400 рублей. Еще одна скатерть. Это скатерть круглая, скатерть белая, скатерть льняная. На самом деле белая скатерть встречается очень редко, мне, по крайней мере, встречается очень редко. Эта скатерть отделана вот таким вязаным кружевом. Она в очень хорошем состоянии, у нее есть дефект. У нее есть маленькое пятно, которое я сейчас найду, вам покажу. Я его не выводила, но думаю, что с белой скатерти вывести пятно сложности не составит. Его просто нужно отбелить. Вот оно. Вот оно. Это маленькое желтое пятнышко. Не выводила. Размер этой скатерти 155 сантиметров. И цена 1250 рублей. Вот та самая скатерть, про которую я вам сказала уже несколько раз. Ее можно назвать либо маленькой скатертью, либо большой салфеткой, либо, я запомнила это слово, которое называется наперон. То есть это скатерть, которая покрывается сверху скатертью большего размера. Вот такая вот она красивая, что за ткань. Возможно, это лен, возможно, это какой-то смесовый материал. И здесь ручная вышивка. Ручная вышивка крестом в голубых-синих оттенках. Очень красивая эта мини-скатерть. Дефектов на ней я не обнаружила. Размер ее 80 на 80. И цена ее 1200 рублей. Еще одна невозможная красивая вещь. Вот такая круглая салфетка, сделанная в технике Ришелье. Опять же, у нас разделились мнения по поводу цвета этой салфетки. Мне кажется, что она лимонная. Девчонки говорят, что она бежевая, кремовая. Ну, сами смотрите. Здесь есть, где-то я видела, небольшой дефект вот в бридах. Но это, мне кажется, мелочь. Вообще, состояние этой салфетки очень хорошее. Вещь очень красивая. Диаметр этой салфетки 60 сантиметров. И цена ее 600 рублей. Вы видите, что это салфетка кремовая? Я думаю, что вы видите. Это салфетка кремовая. Мы ее назвали кремовая сетка. Она тоже почти круглая. Ну, может быть, она при стирке немножко стала овальной. Вообще, в принципе, она почти круглая. И диаметр этого почти круга 60 сантиметров. Это, конечно, работа не ручная, но она очень симпатичная, очень эффектная. И единственный нюанс, который я здесь вижу, вот это. А в остальном, в целом, она необыкновенно хороша. Ее цена 400 рублей. Вот такая дорожка. Я прошу прощения, что она мятая. Ну, так, в условиях магазина это так. Дорожка, выполненная в технике решелье. Она белая, на хлопке. Состояние ее близкое к одевальному. Поэтому я не вижу здесь никаких нюансов, никаких ни пятен, ни повреждений ткани я здесь не вижу. Размер этой салфетки 85 на 34. И цена 600 рублей. Еще одна белая салфетка. Она с вышивкой. Мы ее так и назвали, салфетка с вышивкой. Здесь несколько элементов вышиты. И здесь добавлено вязаное кружево. По краю салфетки и в центре. Здесь есть нюанс. Вот такое небольшое отверстие в ткани. Повреждение ткани. Размер этой салфетки, наверное, когда-то она была квадратная. Она, возможно, немножко подсела при стирке. Ее размер 27. Ее размер 56 на 58 сантиметров. Ее цена 600 рублей. Небольшая салфетка. Прямоугольная. Вышита, если я ничего не путаю в технике, мережка. Салфетка белая. Дефектов я здесь не вижу. Но поскольку она винтажная, здесь, наверное, есть какое-то такое, знаете, некоторое старение материала. Но, в принципе, с ней все хорошо. Состояние ее очень хорошее. Размер этой салфетки 27 на 39 сантиметров. И цена ее 400 рублей. Вы обратили внимание, как красиво смотрятся все светлые салфетки на вот этой темной скатерти. Эту скатерть, на самом деле, я купила для себя, для этого магазина, для этого стола, чтобы делать обзоры. Но я знаю, что у нас есть много желающих купить именно то, что попало в обзор. Поэтому я вам про нее все-таки расскажу. Если захотите, вы можете ее выкупить. У этой скатерти есть нюанс. У нее есть, вот видите, вы сейчас видите. Вот такое вот, не знаю, как сказать, пятно или какие-то подтеки по центру этой скатерти. Видите? Наверное, их можно отстирать. Не знаю. Скатерть коричневая. Отделана вот такой каймой с вышивкой. Что за ткань, не знаю. На ощупь она вообще как будто бы шерсть. Плотная, красивая интерьерная скатерть. Она темнее, чем вам сейчас показано на камере. Она похожа, как темный шоколад. С учетом того, что здесь есть пятно, если вы вдруг захотите ее выкупить, то она будет стоить тысячу рублей. Размер этой скатерти, диаметр этой скатерти 150 сантиметров. Но вообще, в принципе, она была куплена для себя. Скажу вам еще два предмета. Две салфетки, которые были куплены именно для магазина, для сервировок, для демонстрации. Но я вам на всякий случай озвучу размеры цен. Если вдруг захотите приобрести, мы продадим с удовольствием. Если нет, остаемся с удовольствием так же себе. Вот такая салфетка. Это, наверное, гобелен. И я думаю, что ее можно использовать с обеих сторон. С одной стороны она вот такая вот кремово-коричневая. А с другой стороны она тоже кремово-коричневая. Ну, в общем, с каждой стороны она довольно декоративна. Размер этой салфетки 42 на 32 сантиметра. И ее цена 350 рублей. И еще одна салфетка. Вам сейчас безбожно перевирается цвет. Она розовая. Она розовая, может быть, даже чуть-чуть с лиловым оттенком. Очень красивая. Очень красиво она комбинируется с коричневым цветом. Но камера передает неправильно. Это еще одна салфетка, которая была куплена для магазина, для сервировок, для демонстрации предметов. Но если захотите, она может стать ваша. Ее цена 45. Ее размер 45 на 31. Ее цена 350 рублей. Ткань тоже какая-то похожая на шерсть. В этот раз мне захотелось предложить вам не только винтажный текстиль, потому что в этот раз винтажного текстиля я нашла очень мало, но захотелось предложить вам и новый текстиль, просто очень хорошего качества. Это лен и полулен. Сейчас я для вас отдельно сниму, покажу вам отдельно все элементы. Давайте начнем с вот этой необыкновенно красивой зеленой, я не знаю, может быть, это можно назвать оливковый цвет, салфетки. Скорее всего, я так могу предположить, что это подразумевалось как полотенце, потому что есть петелька, но не обязательно. Эта салфетка прямоугольная, рисунок такой вот с каймой. Размеры этой салфетки 48 на 72 сантиметра. И цена ее 400 рублей. Первое, что я вам хочу предложить, это набор плейсметов. То есть набор вот в этом пакете красивом, с этикеточкой, с жутовой веревочкой, находятся два плейсмета. Ну, вот такие вот салфетки, которые в теории ставятся под приборы, под тарелку, под приборы. Мне кажется, они прекрасные. Такой голубой, с каким-то немножко жемчужным отливом. Здесь есть этикетка, состав, производитель. Размер этих плейсметов 35 на 50 сантиметров. В наборе их две штуки, продается набором. Цена набора 800 рублей. У меня есть в продаже три набора. Еще два предмета, которых я вам сейчас покажу. Это в этикетке написано столешница, но, в принципе, тот самый наперон, про который мы с вами уже сегодня говорили. У меня есть в двух цветах. Сейчас вам открою, покажу каждый. Смотрите, какая красота. Я достала из упаковки, поэтому, конечно, здесь она не разутюжена. Но, посмотрите. Красота. Смотрите, как сделано с изнанки, как аккуратно отделаны уголки. Какое красивое сочетание цветов. Как красиво это смотрится с коричневым. Да, в принципе, вот с любым из тех оттенков, что есть на этой небольшой скатерти, также будет очень красиво сочетаться. Размер этого наперона 84 на 84 сантиметра. И цена 1500. Так, вам, наверное, нужно сказать состав. 50% клен, 50% хлопок. И еще одна точно такая же мини-скатерть, тот же самый наперон, только в других оттенках. Вот таких каких-то бежево-кремово-бордовых. Очень красиво. Вот такие аккуратно сделаны уголки, очень аккуратно изнанка. Напомню, что это новое изделие, никто ими не пользовался, они в упаковке. Очень красиво. И нам будет смотреться на маленьком столике, как самостоятельная скатерть, и как на перрон, и на круглом столе, и на квадратном столе. В общем, очень красивая. Напомню, размер 84 на 84 сантиметра. Состав лен с хлопком, 50%. И цена 1500 рублей. Подергай. Опа! Вот такая вот игрушка-дергунчик. Деревянный мишка с ручной росписью. По всей видимости, это авторская работа. Видите, здесь есть подпись автора. Вот такой славный есть, такая веревочка для подвешивания. И цена этой игрушки 250 рублей. Ну что ж, друзья, вот в нашей интерпретации это выглядит вот так. Был соблазн вообще ничего не сервировать, потому что, как обычно, не хватило посуды. Но мы вышли из положения таким образом. Какой был ход мысли? Мы смотрим на тарелку, на вот эту тарелку, и здесь в росписи используется несколько цветов. И мы просто повторяем в сервировке эти цвета, которые есть в самом ярком элементе, который есть на столе. Мы видим синий, серый, желтый, бежевый. И повторяем. Вот в эту тарелку, которая считается селедочницей или рыбницей, мы положили пирожки. На тарелку мы поставили корзиночки с салатом. Да, в нашей вазе цветы искусственные, просто не нашлись настоящие. Но, конечно, настоящие будут смотреться гораздо лучше. Этот листик не продается. Это, что называется, собственность стилиста. Но мы решили сюда положить сыр и помидоры. Подсвечники с белыми свечами смотрятся прекрасно, как и предполагалось. И в качестве плейсметов мы решили использовать дорожку. У нас нет в продаже приборов, но она же и вилок. Но, конечно, они здесь тоже должны быть. Этот желтый графин не продается. У него есть дефект, поэтому он у нас просто используется для красоты. А наборы рюмок и желтого стекла у нас в продаже. Более темные и более светлые. Конечно, и те голубые рюмки, которые я вам показывала, здесь смотрелись бы прекрасно. И рюмки оранжевого цвета. И сюда можно добавить, конечно же, и бесцветное стекло. Ну, в общем, пока это так. Если вам понравилось что-то из того, что я вам сегодня показала, вы можете это приобрести. Заказ можно написать на WhatsApp магазина. Момер телефона магазина указан в Facebook. А я с вами на этом буду прощаться. Пока. Пока-пока.